В Ростове-на-Дону после трагедии восстановили взлетно-посадочную полосу. Напомню, в субботу здесь произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 62 человек. Boeing 737-800, выполнявший рейс номер 981 из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился при повторном заходе на посадку. Международный аэропорт Краснодара на это время взял на себя обслуживание ростовских рейсов. В Краснодарский край прибыло более 3000 внеплановых пассажиров. Губернатор края сегодня провел планерку, где дал положительную оценку действиям оперативного штаба. Вениамин Кондратьев дал поручение в кратчайшие сроки завершить подготовку документов для оказания поддержки семье погибшей Анапчанки. Родителям будет предоставлена помощь в размере 1 миллиона рублей. Глава курорта Сергей Сергеев выразил соболезнования родным и близким погибшей. В этот трагический день Анапа скорбит со всей страной. «Очень горько и страшно, когда трагически обрывается жизнь молодой, жизнерадостной и полной сил девушки, вечной памяти Олесе и всем погибшим», – говорится на официальном сайте муниципалитета. Местные власти с первых часов после трагедии были рядом с родственниками погибшей. Сегодня администрация Анапа готова оказать помощь при организации траурных мероприятий. Анапчанка Олеся Караванцева, погибшая в авиакатастрофе, в последнее время жила в Краснодаре и была байером – стилистом, который занимается профессиональным подбором одежды и сопутствующих предметов для своих клиентов. Как рассказали друзья погибшей, Олеся была увлечена своим делом и связывала с последней поездкой определенные надежды. «Всегда была веселой, такое она и останется всегда в нашей памяти. Веселая, жизнерадостная, никогда грустная не была».